Survival Horror за долгие годы своего существования стал достаточно многогранным жанром. И сейчас как никогда лучшее время для того, чтобы вкатиться в него. Сегодня я расскажу вам об игре под названием Lamentum, которую вообще на самом деле нашел случайно, но это была очень приятная неожиданность. Она настолько мне понравилась, что я выбил в ней все ачивки, что для меня большая редкость, особенно в Стиме. Lamentum стал первой игрой студии Obscure Tales, которая по сути состоит из двух человек. Один из них занимается программированием, а другой пиксель-артом. В нынешнее время такие малюсенькие команды разработчиков все чаще добиваются успеха, и это всегда очень приятно видеть. Игра совмещает в себе базовый геймплей с Survival Horror, а именно загадки, поиск и комбинирование предметов, напряженные схватки с врагами и отличную атмосферу. Но при этом, в отличие от многих других игр, которые пытаются выехать на ностальгии, прилагают свежие идеи. Честно говоря, я не думал, что пиксельная графика и вид сверху способны передать нужную атмосферу, но я ошибался. Пока ААА-игры выходят пустышками у красивой обертки, ха-ха-ха, Калисто Протокол, люди, которые по-настоящему любят игры, становятся разработчиками и воплощают свои идеи в жизнь. Без голливудских актеров, дорогущего маркетинга и попыток угодить всем и сразу. Но что-то меня понесло. Давайте уже погрузимся в атмосферу отчаяния, темных ритуалов и лавкрафтовского хоррора. Внимание, в видео присутствует парочка спойлеров к сюжету игры, но так как я хочу, чтобы вы сами поиграли в игру, весь сюжет и его нюансы я разбирать не стану. Просто имейте в виду. Сюжет игры рассказывает историю супругов Виктора и Алисы Хартвелл. Они познакомились еще в подростковом возрасте через сестру Виктора Леонору. Позже они поженились и стали жить в небольшом домике в Новой Англии. Алиса училась игре на пианино, и Виктор часто встречал ее после занятий. Они были счастливы. Но их счастье длилось недолго, потому что Алиса очень серьезно заболела. Перепробовав разные способы лечения, врачи лишь разводили руками, и все, что можно было сделать, это облегчить ее страдания боеутоляющими, пока она в мучениях доживает отведенное ей время. Виктор просто не мог смириться с участью своей жены, и в поисках других решений узнал о графе Штайнроте, который якобы разбирается в давно позабытых науках и творит чудеса. Связавшись с ним, Виктор получил приглашение в обитель графа, уединенный особняк Граухилл. Они с Алисой прибыли туда уже поздним вечером, и граф Штайнрот поселил их в отдельной комнате с обещаниями помочь. Хартвеллы не единственные отчаявшиеся люди, прибывшие в Граухилл ради исполнения их желаний. Кроме них, граф обещал помочь человеку в инвалидной коляске, скрипачу Клейтону, писателю, который после смерти жены так много писал, что забыл про собственного сына, и женщине, которая потеряла близкого человека, и паре тройки других людей, о которых ничего толком не известно. Вот только никто из этих людей не знал, что граф Штайнрот вместе со священником Грэмом решат провести ритуал и освободить ламентум, божество, заточенное между измерениями. Отчаявшиеся и готовые пойти на все, люди делали все, что им велят, и в конечном счете реальность в особняке исказилась. Никто не знает, сколько времени прошло с их приезда в Граухилл, так как время здесь начало течь по-другому. И проснувшись ночью в окровавленной постели, потеряв память об ужасных деяниях, Виктор пытается разобраться, что же здесь произошло. Да, амнезия – это очень заезженный способ рассказать историю, но, честно говоря, я не против такого приема, если это вписывается в рамки лора и позволяет проще узнать историю вместе с главным героем. На поверхности сюжет ламентум довольно прост, но если вам, как и мне, нравится копать поглубже, почвы для этого здесь достаточно. Лор игры прописан таким образом, что у вас, скорее всего, не останется вопросов для личного размышления. Хорошо это или плохо – решать уже вам. Я лично не против сюжета, для полного понимания которого не требуется вызывать пояснительную бригаду, а достаточно просто внимательно исследовать игру и читать записки. Основной геймплей же заключается в решении головоломок, поиске ключевых предметов и убийстве кошмарных тварей, прибывших из параллельной вселенной. Все по классике. Инвентарь вмещает девять предметов, и первые три слота работают как ячейки быстрого доступа. Это, конечно, порой заставляет делать больше манипуляций, чем нужно, но со временем привыкаешь. При старте игры вам доступно три стандартных режима сложностей и выбор между ограниченными и неограниченными сейвами. Боевая система простая. У вас есть оружие ближнего боя и дальнего, и в зависимости от его вида вы получаете разные преимущества. Например, кухонный нож быстрый, но наносит мало урона. В то время как топор бьет медленнее, но рубит врагов с пары ударов. Оружия, кстати говоря, в игре больше, чем можно подумать. Есть и сабля, которую вы находите в самом начале игры, но не можете достать практически до конца, и двуручный молот, который вряд ли удастся получить на первом прохождении, поскольку это требует знания кое-какого момента заранее. Огнестрельного оружия не так много, но есть ствол, который собирается из нескольких деталей по мере прохождения игры, что тоже доставляет неимоверное удовольствие. В арсенале у нас пистоли и мушкеты, которые стреляют одиночными выстрелами. А перезарядка длится так долго, что монстры успеют сходить на кухню за чашкой чая с круассанами. Есть, конечно, трюк с отменой анимации перезарядки с помощью ворота, но я вам о нем не рассказывал, окей? Собственно, сам у ворота достаточно полезен при тактике «ударил-увернулся» и пригождается довольно частое, особенно против больших врагов. Кстати, о врагах. Вот тут создатели разгулялись на полную, потому что такую вариативность врагов не часто встретишь, особенно учитывая размер студии. От детишек до огромных женщин-улиток все враги выглядят максимально разнообразно. Груды с тонущего мяса, дворецкие с тентаклями, отравляющие цветы людоеды, призраки и даже летающие мрази все ощущаются в бою по-разному. И это я перечислил далеко не всех. Есть даже ребята, которые могут ваншотнуть вас при неполном хп. Привет хантерам из Resident Evil. Есть еще загадочная фигура со скелетом в руках, которая появляется время от времени, дизайн которой мне очень нравится. Но кто это, я вам рассказывать, конечно же, не буду. Что касается боссов, то тут все довольно обычно. Ни один из боссов, кроме финального, не требует какой-то особой тактики. Но при бою с ними все равно ощущается напряжение. А это, я считаю, самое главное. Еще одной фишкой игры являются придуманные разработчиками символы, которые поначалу не имеют никакого смысла для игрока. Но по мере прохождения вы находите все больше расшифровок и в конечном счете получаете небольшой алфавит, позволяющий читать письмена, разбросанные по игре. Стоит сказать, что для значения некоторых символов приходится додумываться самому. И когда все сходится, чувствуешь себя чуть ли не самым умным человеком на планете. Ну и, естественно, все надписи сделаны на латыни, как у всех уважающих себя культистов. Поскольку Ламентом был полностью проспонсирован донатерами с Кикстартера, ближе к концу игры на большом кладбище можно прочесть имена поддержавших игру людей. Их имена написаны на нагробных камнях, статуях и в большом склепе, в котором даже имеются портреты некоторых, видимо, важных людей. Но вот чего мне, честно говоря, не хватило, так это большего развития персонажей. Про ключевых фигур сюжета нам известно достаточно. История девочки Мэри, которая стала подходящей кандидаткой на роль сосуда для Ламентум, достаточно грустная. Да и то, как сам Эдмонд Штайнред в попытках воскресить жену стал марионеткой отца Грэма, как и все остальные, тоже довольно интересно. Но вот второстепенные персонажи немного пустоваты. Про кого-то нам открывается больше информации, как, например, про скрипача Клайтона, которому древнее божество вбило в голову мелодию, которая свела его с ума и превратила в чудовище. Или загадочную даму, которая нашла здесь свою умершую мать. Ну, как я понял, потому что нам толком не говорят, кого она видит рядом с собой. Но вот про человека, который в начале игры просит у нас веревку в обмен на информацию, или про писателя в библиотеке, или человека, у которого мы берем фонарь, известно крайне мало. Не говоря уже о фокуснике, который выступал на сцене и потом каким-то образом оказался в одной из ловушек в Грау Хилл. Но предположим, что он был просто отсылкой, которую я не выкупил. В игре также есть персонаж-пасхалка, который по сути является композитором игры. С ним еще, кстати, связан интересный квест, за который тоже дается ачивка. А ачивки я люблю. В игре имеется четыре концовки. Две основные, одна, можно сказать, шуточная, и одна секретная, которую довольно тяжело получить без гайда. Поскольку я проходил игру на 100%, я увидел их все. Суть секретной концовки заключается в том, чтобы найти 6 зубов и 10 монет, разбросанных по игре. И все бы ничего, но в некоторые локации, которые мы посещаем по сюжету однажды, вернуться больше нельзя. И если вы пропустили нужный предмет, лучше бы у вас на этот случай был недавний сейв. Точки невозврата при сборе нужных предметов, это, конечно, тот еще стресс. Также она зависит от выбранных вариантов в диалогах, что в целом несложно, но в одном из таких диалогов варианты по сути одинаковые. И какой из них нужны, попробуй еще догадайся. Но достать сами зубы и монеты недостаточно. Нужно найти еще особых NPC, о которых вам вообще нигде не говорят, и которые стоят в абсолютно рандомнейших местах по всем владениям графа Штайнротта. У них нужно забрать части шестерней для лифта, которые вы видите еще в самом начале игры. Спускаемся вниз и... Никакого босса, пришельцев, собаки, которая всем здесь управляла. Просто небольшая катсцена и все. Тут я был немного разочарован, но ачивку дали и ладно. Условно-шуточная же концовка заключается в том, что при первой же возможности покинуть особняк, Виктор говорит, что с него хватит этого дерьма. Плюет на больную жену и всю чертовщину, которую тут увидел, и просто сваливает. Ну и две оставшиеся концовки являются стандартными и зависят от вариантов ответов, которые вы дали парочке NPC на протяжении игры. А также добили ли вы финального босса, учитывая, что его можно просто заигнорить после определенных манипуляций. Что мне не понравилось. Обычно в такого рода играх главный герой записывает все найденные документы себе в блокнот, ну или хотя бы забирает с собой оригиналы. Здесь же Виктор только ведет собственные рассуждения, и если вам нужно запомнить какие-либо символы для загадки, придется либо делать скриншот, что для меня полностью ломает иммерсивность, либо зарисовывать их в своем личном блокноте в реальной жизни. Да, в этом есть свой шарм, но это лишнее неудобство, на мой взгляд. Еще есть небольшие неудобства с инвентариум. На геймпаде он ведет себя странно, постоянно перепрыгивая на исходный первый слот или же вообще на кнопки сверху. А еще для того, чтобы сохраниться, вам нужно именно экипировать чернилицу в активный слот, о чем я постоянно забывал даже на третьем прохождении. Опять же, в первом резике печатная лента использовалась из инвентаря автоматически, и совсем малюсенькие придирки, касающиеся отсутствия звука выбора предмета в инвентаре, и надпись «You died», когда вы умираете. Понятно, что это просто невинный омаж, но как по мне, можно было сделать что-то поинтереснее. В общем, я думаю, вы и так поняли, что Ломентум мне действительно понравился. Как по мне, то игра умело сочетает в себе классический геймплей сурвайвл-хоррора с потрясным пиксель-артом и топ-даун-камерой. Надеюсь, вы купите и пройдете игру сами, потому что она того действительно стоит. Я даже специально не спойлерил весь сюжет и все его нюансы, хотя сделать полный анализ мне, конечно, хотелось, вы меня знаете. Мою личное кредо — это никогда не поддерживай гача-помойки, всегда поддерживай инди. С первой частью можете не соглашаться, но для инди-студий очень важна каждая проданная копия, и даже добавив игру просто в список желаемого, вы сильно помогаете, имейте в виду. Если вам бы хотелось похожих по духу игр, попробуйте Evil Tonight, Я писайка и Сигналис. Последняя вообще оказалась настоящим открытием для меня, и я до сих пор каждый день думаю о ней, пытаясь осмыслить весь ее сюжет. Напишите, кстати говоря, в комментариях, если вам было бы интересно увидеть полный разбор Сигналис, потому что там действительно есть что разобрать. Но хотелось бы знать, что это кому-то кроме меня еще интересно. А теперь немного новостей. Я уже писал, что из-за отключения света выпуск видосов затянется, но для тех, кто пропустил, да, ситуация в стране лучше не становится, увы. В любом случае, я буду продолжать делать контент, когда будет возможность, так что сильно не переживайте. Я также обдумывал сделать возможность становиться спонсором канала, но в данной ситуации большинство из вас все равно не сможет это сделать просто по техническим причинам. Да и честно говоря, мне не очень нравится идея пол-контента, скрытого за донатной стеной, и возможность общаться с аудиторией напрямую только за деньги. Я все равно отвечаю на все сообщения, что в комментариях, что в Дискорде. А бонусный контент отбирает слишком много сил, которые я бы лучше направил в основной контент. Но если вы настолько щедры, что хотели бы поддержать то, что я делаю денежкой, ссылку на донейшн сервис оставлю в описании. Естественно, это совсем не обязательно и абсолютно добровольно. Идей для видео у меня становится все больше, но нужно время, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Да и было бы неплохо получить немножко ваших животворящих лайков, чтобы Ютуб сам нас заметил. Не забывайте, что на стримах на Твиче мы проходим игры перед тем, как сделать видео, а также игры, которые не совсем вписываются в тематику канала здесь. Ну и про комьюнити в Дискорде тоже не забывайте, в котором вы можете найти единомышленников или пообщаться со мной. Огромное спасибо вам за просмотр, берегите себя и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!